В рамках подготовки к голосованию за поправки в главный документ страны секретарь окружной избирательной комиссии Людмила Тоскаева рассказала о тонкостях проведения мероприятия. О том, какими способами можно проголосовать, подробнее в материале моей коллеги Натальи Дуркиной. На территории региона уже ведут свою работу две территориальные избирательные комиссии, два дополнительных пункта приема заявлений, которые находятся в ДК «Арктика» и по улице Губкина, дом 3Б в поселке Искателей. Многофункциональные центры, а также единый портал госуслуг, где также можно подать заявление на открепление или прикрепление к избирательному участку. Время работы у нас определено, оно для удобства избирателей осталось тем же самым, как было в президентскую кампанию. Это с 17.30 до 21.30, это будут два фика работать. В будние дни, выходные с 12 до 16 пункты приема заявлений с 16 до 20 будут работать. Ну и участковая избирательная комиссия также с полшестого до полдесятого, чтобы люди после работы смогли успеть прийти и подать заявление. Специалисты избирательной комиссии настоятельно рекомендуют предупредить своих родственников и знакомых, которые покинули пределы региона, о программе «Мобильный избиратель». С его помощью можно открепиться или прикрепиться к другому избирательному участку. Еще одна возможность голосования – на дому. Граждане, которые по каким-либо серьезным причинам не могут прийти на избирательный участок в день голосования, это в случае болезни, наличия статуса инвалидности и так далее, подают заявку на услугу голосования на дому. Сами обращения теперь можно будет подавать в участковую комиссию по месту своей регистрации с 16 июня и до 17 часов 1 июля. То есть в день голосования тоже можно до 17 часов подавать заявление, обращение о том, что вы не можете в день голосования 1 июля прийти на свой избирательный участок и оставить обращение о том, что к вам необходимо приехать и дать вам возможность проголосовать. В связи с эпидемиологической ситуацией появилась возможность проголосовать заранее. На всех участках можно будет приходить на свой избирательный участок и голосовать с 25 июня вплоть до 1 июля. То есть это 6 дней до дня голосования плюс сам день голосования. То есть всего получается у нас 7 дней. Это дни, которые любой избиратель может прийти без всякого заявления на свой избирательный участок и совершенно спокойно проголосовать. Процедура голосования проходит под эгидой безопасности избирателей и членов избирательной комиссии. Поэтому на каждом участке будут соблюдены рекомендации, разработанные Роспотребнадзором. На каждом избирательном участке будет размещен специальный коврик с дезинфицирующим средством. Избиратель подходит, заходит в избирательный участок, его встречает член участковой комиссии, который одет в халат, маска, перчатки, обязательно защитный экран на лице и дезинфицирующие средства. Избирателю обрабатываются руки, ему выдается одноразовая маска, выдается перчатки. Он проходит к столу, где сидят члены участковой избирательной комиссии, достает свой паспорт, показывает его на расстоянии. Член комиссии сферил, избирателю выдает одноразовую ручку, избиратель расписывается в получении бюллетеня и проходит место для голосования. В кабинке для голосования не будет занавесок, чтобы соблюсти тайну воли изъявления, они будут развернуты входом к стене, чтобы никто не видел, так как занавесочек нет. И избиратель с этой ручкой заходит туда, в кабинку, ставит галочку, либо любой другой знак, и выходит, опускает бюллетень в урну, проходит к выходу, и член участковой комиссии заново обрабатывает ему антисептиком руки. Что касается голосования на дому, то в данном случае к избирателю будет направлена группа избирательной комиссии, которая доставит пакет с бланком голосования. Избирателю необходимо будет также на расстоянии показать свой паспорт, поставить символ бюллетеня напротив варианта, за которую он голосует, затем опускает свою бюллетень в переносную урну для голосования. Иван Сысоев, Наталья Дуркина, Владислав Носкин, Телеканал Север.